Примерно сейчас у нас объем продаж это 850 миллионов в месяц, 900 миллионов. Несколько раз мы сделали миллиард и миллиард плюс. Полтора миллиарда это наш рекорд продаж в месяц. Это вот то, что у меня получилось сделать, не являясь экспертом. Спасибо. Не являясь экспертом в недвижимости. Моя ключевая идея была в том, что я просто должен находить нужных людей, я должен брать в команду людей, которые умеют продавать недвижимость. И ключевая модель, и ключевая идея моего выступления, как это делать, как, на что смотреть, на что опираться, и какие вещи нужно оценивать, когда вы хотите нанять человека, неважно, чем он будет заниматься. И в процессе развития своих проектов я сделал сервис hrscanner.ru, это система онлайн оценки персонала. Я искал разные системы того, как оценивать людей, смотрел, что есть на рынке, и собрал такую платформу, где собраны тесты на оценки вовлеченности людей, текущей команды, на оценки личностных качеств, на оценки продуктивности, на оценки IQ, коэффициента интеллекта. Очень полезная штука для руководителей. Если вы зададитесь вопросом, какой продукт у ваших руководителей, что же вы покупаете у своих руководителей, у своих топ-менеджеров, то почти всегда ответом правильным будет слово «решение». Вы покупаете их решение, способность оценивать данные, и, соответственно, здесь интеллект, как способность находить сходство, различие и тождество, является суперважной вещью, за которую вы платите. Потому что человек с высоким уровнем интеллекта классно оценивает данные, объем коммуникации с ним минимален, вам очень легко получать качественные решения. И у меня есть журнал «Москва Сити Гайд». Я сам живу в Сити, мне нравится этот деловой центр. У нас офис «Башня Империя», я сам живу в IQ-квартале. И мы сделали такое локальное медиа, все говорят, уходи в онлайн. Мы сделали прибыльный классный принт, 10 тысяч экземпляров, примерно миллион прибыли с одного выпуска. Мы получаем помимо тех затрат, которые мы несем. И это такое локальное медиа внутри нашего города, в городе, внутри Москва-Сити, которое распространяется через 50 стойк, которые у нас стоят в отелях, в башнях, в ресторанах, в спа-клубах. И мы оттуда получаем классные, крутые заявки на покупку недвижимости апартаментов в Сити. За прошлый год мы продали 38 апартов в бюджете от 30 миллионов до 100 миллионов рублей, плюс аренда офисов. Это очень прикольный, интересный для меня челлендж. Создать глянцевый журнал в момент, когда все глянцевые журналы закрываются, и не пускать туда другие агентства недвижимости, самому сделать витрину, и в каждый почтовый ящик, в каждый апартамент Сити, в каждый офис попасть. Это мои основные проекты, и сейчас мы перейдем к теме формулы хайпо или HR-секреты найма суперсотрудников. Основная идея, о чем я хотел поговорить, из каких элементов состоит эта формула и что такое хайпо вообще. Девять классических проблем найма, с которыми я сталкиваюсь, с которыми сталкивались, наверное, процентов 90 предпринимателей. Если я сейчас эти проблемы покажу и потом просто спрошу, кто хоть одну из них встречал в процессе найма людей, я уверен, что большинство из вас их видели и встречали. Первое, это кандидаты не читают текст вакансии, на который откликаются. Ты стараешься, пишешь вакансию, размещаешь ее на HeadHunter, люди кликают, у тебя приходят отклики, но они вообще абсолютно не читали, что ты там написал. Люди просто, знаете, как кандидаты ищут, если мы их глазами посмотрим, он пишет менеджер по продажам, у него вываливается тысяча разных компаний, он просто проходит, смотрит там зарплату и нажимает откликнуться, откликнуться, откликнуться. Потом вы ему звоните, обработав этот отклик, что-то там, почитав его резюме и приглашаете на собеседование. Он сделал всего один клик, он даже не читал, что вы там понаписали, и поэтому ценность собеседования очень низкая, поэтому многие люди до собеседования не доходят. Это одна из основных причин, почему у вас половина кандидатов до собеседования не доходит в момент, когда они трижды подтвердили и даже выехали, но потом пропали. Окей, в резюме перечислены только обязанности, но нет результатов и понимания продуктивности. Резюме – это кривое зеркало, вообще по большому счету оно отражает желание понравиться человеку-работодателю, и вы там видите только то, что он делал, причем вы не знаете в каком качестве, классно он продавал или нет, классно он писал эти регламенты или не классно, классно ли он выстраивал систему или нет. Очень мало кандидатов пишут какие-то показатели в своем резюме, которые позволяют вам сравнить. А что такое найм? Если мы посмотрим, найм – это предсказание будущего. Это очень важно понимать. Вы видите человека первый раз, ваша задача – понять, оценив его, справится он с этой работой или нет, сможет ли он быть продуктивным, принесет ли он пользу компании. При этом здесь важно понимать еще одну вещь. Прошлое определяет будущее. Это значит, что если у него в прошлом был какой-то хороший, качественный показатель результата, измеримый, прошлое всегда можно увидеть, оцифровать и измерить, то есть гипотеза, что и в будущем этот кандидат справится. Вот основная парадигма найма. Прошлое определяет будущее, мы смотрим в прошлое, для того, чтобы предсказать, справится кандидат или нет. И основная наша идея сегодня будет понять, а что же в прошлом мы должны видеть и на что обращать внимание. Ну а люди перечисляют просто обязанности, которые они делали. Мы не понимаем, в каком качестве, классно или не классно, они выполняли свою работу. Кандидаты скрывают недостатки и приукрашивают свои достижения и результаты. Это тоже сплошь и рядом. Они, конечно же, не будут писать, что они постоянно опаздывали, поэтому очень важно наводить справки. Одна из основных вещей, на которую мы научились делать, это мы всегда звоним на предыдущие места работы кандидата и наводим справки из тех мест, где они раньше работали. Это очень важно, потому что когда вам предыдущий работодатель дает какие-то важные данные, у вас собирается пазл, и все больше и больше получается кусочков данных для оценки. Вы можете принять более точное решение. Вы приглашаете на собеседование, кандидат подтверждает, но пропадает и не приходит. Это как раз таки потому, что ценность собеседования для большинства кандидатов очень низкая. Они ничего не сделали, чтобы его заслужить. Они не прошли ни один тест, они не выполнили ни одно задание. У вас воронка на входе такая, что вы сами должны все делать, кандидат просто где-то кликает, не читая вашу вакансию. Это очень несправедливо по отношению к предпринимателям, по отношению к HR-отделам. Мы делаем много работы, кандидат просто приходит или не приходит. Есть еще другая категория, когда есть такое понятие «то не на полдня». Человек вышел на работу, ушел на обед и не вернулся. Это другая проблема, когда у вас не простроена качественная адаптация, когда в момент выхода человека он просто испытывает максимальный стресс. Это самое стрессовое действие, когда вы выходили на первый рабочий день в новый офис с новым коллективом, особенно если там сидят какие-нибудь недружелюбно настроенные атмосферка так себе. Вот это вообще не каждый может вынести. И, конечно, он выходит. Ты говоришь, а зачем ты взял все свои вещи на обед? Он говорит, я приду. И не приходит. Через 30 секунд собеседования вы поняли, что кандидат не подходит, но вынуждены продолжать. Тоже одна из основных классических проблем. Вы приглашаете на собеседование людей на основе оценки его резюме, его книжки с картинками, классные, красивые истории. Возьмите меня, мне нужны деньги, ему нужна работа. Значит, конечно же, он открывает рот, и вы даже не по запаху, а потому что он говорит, понимаете, что кандидат вам точно не подходит. Это Чичваркин сказал, что если от человека плохо пахнет, не надо заставлять его мыться, надо просто его уволить. Но здесь кто-то так посмеялся, я видел, девушка записала, типа уволить. Я, честно говоря, не люблю, когда у человека изо рта плохо пахнет. Нет, здесь есть кто любит, когда у человека кислым таким потом пахнет, и изо рта у него неприятный запах, и он продолжает с ним работать. Ни одной руки нет. Конечно же, это важно, чтобы человек за собой следил, особенно если он будет общаться с клиентами. Но здесь ключевая идея в том, что вы приглашаете на собеседование абы кого, вы ничего не знаете про него. Та модель и та модель оценки, которую я сегодня хочу вам показать, она позволяет вам оценить человека до того, как он ушел, вернее, как он пришел к вам на собеседование, и знать о нем больше, чем он знает сам о себе. Вот это, я считаю, круто. Когда он заполняет и проходит тестирование, тесты выступают как турникет на входе в компанию, то есть мы не ждем всех, у нас не институт благородных девиц, чтобы набрать косых, хромых, и потом с ними мучиться, выхаживать их, менять им подгузники и памперсы. Это моя позиция. Я не хочу брать покосанных жизнью людей и там реанимацию им проводить. Это не требуется. Ну, по крайней мере, в растущих, развивающих компаниях мы всегда интуитивно хотим выбрать лучшее. Если вы приходите в магазин, и там стоит ящик с мандаринами или ящик с помидорами, и там написан ценник 100 рублей, то вы можете набрать оттуда мятых, подгнивших помидор снизу, но все почему-то интуитивно стараются взять помидорки поспелее и повкуснее. Никто не набирает мятые, подгнившие. Все хотят лучшее в этом мире, в этой жизни. Мы все стремимся, значит, покупать лучшее. Когда мы берем на борт сотрудников, конечно же, хотелось бы получить лучших из возможных, и для этого нужно качественно оценивать. Мы строим широкую воронку, постим, публикуем классные магнитные вакансии. Сегодня тема не про вакансию, хотя я нашел 68 метрик, на которые нужно обратить внимание, когда ты пишешь вакансию, начиная с названия, которое как лейбл, да, может быть скучным, унылым, а может быть продающим. И заканчивая структурой и тех смыслов, которые ты туда закидываешь, потому что вакансия — это магнит. Ты закидываешь ее, как наживка на крючке, и ты рыбачишь. И вот если у тебя там хлебный мякиш, на нее клюют обычно беззубые караси. А если ты туда взял блесну хорошую и подсекаешь, то ты можешь поймать и хорошую крупную щуку. Опять-таки вакансия — точка входа, да, то есть как она выглядит, как она сверстана, где она расположена, имеет значение. Но здесь ключевая вещь — то, что вы зовете на собеседование каких-то непонятных, случайных людей. У вас график в этот день — день собеседований. У вас каждые полчаса, значит, приходят кандидаты, вы готовы их принять, но потом оказывается, что половина из них не приехала. Кто читал книжку «Ментальные ловушки», рекомендую. Там есть у нас такая ловушка ожидания, когда вы назначили какую-то важную встречу, и она вдруг откладывается или переносится, вы не можете делать другие дела, вы пригласили гостей к восьми, в 7.30 вы уже не можете делать какие-то важные вещи, вас спрашивают, что ты делаешь, ты говоришь, я жду гостей. Вы попадаете в ментальную ловушку ожидания, в предвкушении важного события снижается ваша способность делать какие-то важные вещи, и в ожидании собеседования вы тоже все время занимаетесь какой-то фигней, а не продуктивно работаете. Поэтому день собеседования очень стрессовый, когда вдруг к вам приходит человек, вы ему говорите «здравствуйте», он здоровается, вы задаете ему 2-3 вопроса и понимаете, что это фейл, и вообще с этим человеком вам не по пути. Если вы просто скажете ему «слушай, ты какой-то неподходящий нам человек, до свидания», вы обесцениваете его, он ехал через пол Москвы или через пол города, 20-30 минут времени добирался до вас, а то и час, и вдруг вы через 10 секунд или через 30 секунд, через минуту говорите ему «давай проваливай, давай до свидания». Это обесценивает человека. Что делают эти люди? Они говорят «у вас дерьмовая компания, не проработав ни одного дня», они начинают писать негативные отзывы. Здесь очень важно, обиженные быстрым отказом кандидаты распространяют негативные отзывы компании. Как обидно получать на отзовик РУ или на работа РУ отзыв о своей компании, от человека, который никогда у тебя не работал. И он пишет, что у вас ужасная компания, ужасный работодатель. Почему? Потому что вы некачественно общались с ним, вы обесценили его, вы слили человека в момент того, когда должны были дать ему подтверждение или вообще его не звать, то есть не открывать этот цикл. Следующее. Вы пообщались с кандидатом, но не понимаете, справится он с работой или нет. Тоже очень частая ситуация. Вроде как бы у тебя есть сомнения. Если есть сомнения, это всегда причина недостатка данных. То есть у вас не хватает данных для оценки. Вам нужно больше информации, больше данных для того, чтобы этого кандидата оценить. Если вы не можете сразу сказать, этот человек нам подходит или этот не подходит. Резюме – очень слабый источник информации для того, чтобы понять, подходит вам человек или нет. У вас не хватает десятков, буквально десятков областей для того, чтобы сложить мнение. Для этого нужно выбрать качественные тесты и отправлять кандидату тесты. Он тратит 30. У нас есть двухэтапная система. Мы отправляем сначала простой тестик. Он занимает 10 минут. Мы получаем важные для нас показатели. И тем, кто прошел первый тест, мы отправляем второй. Он занимает 25-30 минут. И в момент, когда ты после этого человека приглашаешь на собеседование, он уже 40 минут своего времени потратил, и собеседование для него становится наградой. У нас доходимость на собеседование 98%. Очень классная конверсия. Дайте человеку какие-то задания выполнить до собеседования. Опять-таки мы говорим про рекрутинг. Очень важно понять. Если вы хантите кого-то, если вы охотитесь за какой-то головой в какой-то компании, конечно, вам не нужно создавать лишнее трение на входе или какое-то сопротивление, заставлять его что-то делать. Хотя даже те, кого мы хантили из других бизнесов, мы все равно просили пройти тесты. Почему? Потому что любой продуктивный, адекватный сотрудник понимает, что наша задача оценить его, и он не сопротивляется этому. Те, кто отказываются проходить тестирование, на самом старте уже создают трение в компании, и вам потом с ними очень трудно будет работать, потому что человек не дает вам выполнить свою работу, еще не начав работать сам. Следующая вещь. Следующая вещь. Это вы взяли паузу подумать, но когда перезвонили, подходящий вам кандидат уже нашел работу. Тоже часто бывает. Ты говоришь, я все понял, хорошо, мы возьмем паузу, мы вам перезвоним. Говорите вы. А потом вы перезваниваете через неделю и говорите, ну все, отличная новость, мы посмотрели всех других кандидатов, никто к нам больше не подходит, вы единственный, кто нам нужен, давайте выходить. Он говорит, сорян, я принял предложение ваших конкурентов, я уже работаю у них уже четвертый день, у меня уже стажировка заканчивается. Вот эта пауза, когда вы охотитесь за какими-то классными людьми, очень болезненной бывает. Сколько я упустил людей из-за того, что я долго думал. А почему я долго думал? Потому что я не понимал, подходит он или нет. У меня были сомнения. Я хотел сказать, огласите весь список. Можно посмотреть других кандидатов. Я хотел посмотреть всех побольше и тем самым подвешивал тех, кто должен уже был получить оффер. Поэтому вот здесь важная вещь. Не затягивайте, когда вы видите какого-то классного, крутого кандидата, предлагайте сразу. Сейчас я стал сразу на встрече предлагать, давай работать. Почему? Потому что перед тем, как этого человека увидеть вживую и пригласить его на собеседование, я от него получил все данные, которые мне были нужны. Я о нем знаю больше, чем он сам. Вы взяли кандидата с красивым резюме, но он очень плохо справляется с работой. Тоже частая ситуация. Человек вышел, вроде все классно было написано, все здорово, но работу делает дерьмово. Вы ждете от него пользу и продукт должности, который он должен был производить, а он его не дает, не производит. За что вы платите деньги? Очень важная вещь. Мы платим людям не за их время, не за их обучение, образование, не за их знания и не за какие-то красивые глаза. Мы платим за ценный продукт, который этот человек производит. Мы покупаем у него его вот этот ценный продукт должности. Для этого неплохо было бы понимать, какие у вас продукты вообще существуют. Вот я сейчас прохожу обучение на бизнес-бустере. Я прописал все функции, которые есть в моей компании. Я офигел, насколько их на самом деле много. И неважно, знаете вы это или нет, компания их все равно как-то делает. Интуитивно, безответственно. Они размазаны на разных людей, никто ни за что не отвечает. Блин, я понял все самые слабенькие стороны в своей компании. И я понял, какие продукты я жду от людей. Когда вы сформулировали человеку, что же вы на самом деле от него хотите, за что он получит деньги или не получит, это самое честное, что могло с ним произойти, потому что у них снижается уровень неопределенности, уровень непонимания и возрастает способность действовать. Это очень важная штука. Может действовать тот, кто максимально в определенных условиях. Мало кто может действовать из сотрудников в ситуации неопределенности. Тогда он обретает свойства предпринимателя, потому что это наша с вами вотчина действовать в ситуации неопределенности, недостатках данных, непонятности, полумрака и тумана. А не все сотрудники это могут. Иначе они бы открыли свою компанию, уже если бы они могли это делать. Поэтому наша задача прояснять. Вот самая частая ситуация, которая возникает. Я просто пролистаю без комментариев. Смотрю, будет ли реакция. Когда человека не ждали, они даже переехали ради того, чтобы его оставить где-то. Окей. Это когда у тебя сотрудники глумятся над твоими клиентами, над твоими целями, над твоими планами, над твоей вообще идеей. Ты набрал людей, и ты когда заходишь, вот есть такие офисы, когда ты заходишь, и ты хочешь проскочить мимо этих колючих, недовольных взглядов, закрыться в переговорке, сидеть там, и потом точно так же на обед. Вот когда ты приходишь в свой офис, в свой отдел продаж, в свой колл-центр, и там тебя встречают колючие, недовольные взгляды, это очень плохой индикатор. Нужно менять команду. Окей. Я сейчас расскажу формулу McKinsey. Она была полностью описана в одной из книг War for Talent. Это Эд Мишел, один из топ-менеджеров компании, он ввел понятие хайпо. Хайпо – это сокращение от high potential. Potential – от слова сила. Люди с высоким потенциалом, люди с высокой способностью менять реальность, и люди – те, кто реально может приносить большую пользу. Формула. Ее часто использует еще SHL. Она же у них заложена в основу модели компетенции. Это крупнейшая компания в мире по оценке персонала, SHL Talent. И вот составные части этой формулы. Продуктивность – это первая составляющая, первый из трех элементов. Второе – это способности человека. И третье – это вовлеченность. Очень классная, крутая формула. Что такое продуктивность? Это способность давать результат. Интересно, что это качество многие считают врожденным. Я склоняюсь к тому же. То есть это объем того продукта, который может производить человек. Если он звонит, то это сколько конструктивных, продуктивных звонков, которые приводят к сделке, он делает. Если это HR, сколько людей он способен вывести и нанять. Очень важное качество – перформанс-показатели, показатели продуктивности, производительности. Как мы их можем измерить? Основная наша задача – обратиться к прошлому. Для того, чтобы измерить продуктивность, мы должны смотреть на бэкграунд человека, на его трек-рекорд, на прошлый путь этого сотрудника. Что мы можем оценивать? Его учебу, как он учился, какие показатели он достигал. Потому что хорошие оценки в учебе – это тоже некий продукт, который сотрудник производит, вернее, человек, будучи студентом. Конечно, основная задача обучения – это получение идеальной картины с целью применения. Для чего вы находитесь сегодня два дня здесь, приехали в другой город, и сидите в зале, вместо того, чтобы на горах кататься, на лыжах или на чем-нибудь еще. Вы хотите получить идеальную картину, вы хотите, чтобы ваш бизнес стал лучше. Вы учитесь для получения идеальной картины с целью применения. Почему мы в школе любили или не любили какие-то предметы? Потому что я терпеть не мог химию, потому что я не понимал хоть одну причину назовите, как она в жизни мне может понадобиться. Я также не любил физику и математику, но мне нравилась литература, потому что я понимал, что если я буду писать классные тексты, мне это нравилось. И продуктивность – это предыдущий опыт, который всегда можно измерить. Как мы спрашиваем? Очень просто. Скажите, что было продуктом на последнем месте вашей работы? Сколько вы этого продукта производили? В каком объеме? Сравнивали ли вы свой уровень производства с другими сотрудниками, которые работали в аналогичных или этих должностях? Это вот такой маленький опросник, который позволяет понять, а вообще человек продуктивен или нет? Понимает ли, за что он получает деньги? Это вот самая важная простая штука на входе. Мы измеряем объем. На основании этого мы можем сравнивать. И самое интересное – это мерить в динамике. Например, если менеджер по продажам говорит, у меня объем продаж 2,5 миллиона. Много это или нет? Если он вначале производил на миллион, потом на полтора, а сейчас на 2,5 – это классно. Если все продают на 8, а он продает на 2,5 – плохие новости. Он продает хуже всех. Если он продает на 2,5, а до этого продавал на 3, а до этого на 5, мы видим выгорание, и, соответственно, его показатели снижаются, и, может, его вообще сфера продаж уже достала и бесит. Потому что любой показатель важен в динамике. Тогда он называется статистикой. Если что-то меняется во времени, это называется статистика, и нас интересуют статистики его производства. Потому что если вы видите в вакансии, вернее, в его резюме цифру, я продавал на 2,5 миллиона, абсолютно ничего из этого вы не можете сказать, хорошо это или плохо, если вы не сравниваете ее с какими-то другими цифрами. Что такое способности? Soft skills – личностные качества. Это характер человека. Мы для себя выделяем 10 основных показателей личностных качеств. Их можно найти в любом опроснике. Есть модель 360 градусов, есть много личностных тестов. Я покажу, какой используем мы. Очень классно, потому что бывают очень продуктивные люди, но которые очень душные, очень неприятные. И наоборот, бывают милейшие ребята, абсолютно непродуктивные. Хороший человек – это не профессия. Когда вы берете очень классного парня, но потом просто платите ему деньги за красивые глаза – это преступление против вашей компании. Вы преступник, если вы берете людей, которые не производят продукты, они сжирают ресурсы вашей компании, ведя вас не к расширению и процветанию, а на дно этого рынка. Будьте готовы к тому, что если что-то не растет, не расширяется, оно потихонечку сужается, засыхает и уменьшается. Поэтому личностные качества – это то, с помощью чего люди достигают результата. Менеджер по продажам может продавать за счет своей настойчивости. Настойчивость – это личностное качество. Soft skills мы их называем. Менеджер по продажам может продавать за счет своей природной коммуникативной мощи. Он может очень круто общаться. Общение – один из основных инструментов продавцов. Кто-то продает за счет общения. Есть такой показатель, как внимательность. Это количество внимания, которое человек может направлять и удерживать в какую-то область. Если вы заметите, какие изменения происходят в вашей жизни, в каких областях, только в тех, куда вы направляете внимание. Никогда в вашей жизни не растет и не изменяется что-то, куда вы не направили внимание. Это очень важная вещь. Внимательность – это тоже личностные качества. Soft skills. Один из самых важных показателей, о котором говорит весь HR-мир – это EQ – эмоциональный интеллект. Но сейчас есть еще один очень крутой. Это VQ – Vitality Quantity. Это объем жизненной энергии. И активность, энергичность, объем жизненной энергии – суперважный показатель личностных качеств. Это soft skills. Когда ты видишь потухших, измотанных людей или видишь улыбающуюся и пышущую энергию человека, есть просто разный потенциал у них. Вот и все. Личностные качества, soft skills. И третья вещь – это вовлеченность. Engagement level. Уровень вовлеченности в компании очень важен. Причем, что такое вовлеченность? Это страсть, с которой люди делают свою работу. Это страсть, с которой человек отдается своему делу. Например, он остается после работы, приходят выходные дни, он приходит раньше, он хочет проходить какое-то дополнительное обучение, он разделяет цели компании, он рекомендует других людей, которых вы берете к себе на работу. Ваши сотрудники приводят к вам людей по рекомендации? Вы знаете, процентов 60 самых продуктивных людей, которых я нанял в свой бизнес, привели мои текущие сотрудники. Самые классные менеджеры по продажам, программисты приходят по рекомендации. Это говорит о высокой вовлеченности вашего персонала. Или наоборот. Никто не готов вашу компанию рекомендовать. У вас люди работают до первой же вашей ошибки, как только вы задержали зарплату на один на два дня, они сразу же встают и уходят, потому что их единственная мотивация – это деньги. И ничего больше их не удерживает. Вовлеченность – это та вещь, на которую вы можете влиять каждый день. Вы можете прийти матом наорать на сотрудников, вовлеченность всех компаний упадет. Вы можете поздравить какого-то сотрудника с достижением классных показателей, с тем, что он у вас работает два года, его вовлеченность падает, растет. Если вы говорите просто спасибо и даете людям подтверждение, их вовлеченность растет, они хотят больше денег вам приносить. Если вы им даете классные цели, если вы им даете крутые показатели. Если же вы им говорите, слушайте, ребята, у меня офигенная новость, давайте, я поставил себе цель купить новый Гелендваген, мы должны хорошо поработать, давайте останемся на все майские, никуда не поедем. Моя мама ни разу не была за границей, я хочу купить ей путевку, как вам идея попахивать все майские праздники, чтобы мне был новый Гелендваген, а мама купила себе новую шубу и поехала отдыхать. Конечно же, люди не разделяют такие цели, и когда люди не разделяют, их вовлеченность падает, это синхронизация. Вот это три основные вещи. Супер. Окей. Как это выглядит в жизни? Спасибо за жидкие аплодисменты. Окей. Три круга. Продуктивность, способность и вовлеченность. На их пересечении и рождается ядро пользы. Если вы берете классного, милого, вовлеченного чувака, который просто рвет, но абсолютно непродуктивного, у вас не будет никакого ядра пользы. Он не принесет вот эту ценность в вашу компанию. Если вы берете человека очень душного, неприятного, знаете, есть такие бухгалтера, которые всех бесят, никто не хочет с ней общаться, но она очень хорошо делает свою работу. Это тоже не классно. Смотрите, как работает. Если вы орете на человека, если вы матом, допустим, если вы их посадили в подвал, они сидят, их кусают крысы, и они наполовину в воде, вот, это напрямую влияет на вовлеченность. Все хотят работать в офисах с панорамными окнами, с вдохновляющим видом. Вы знаете, что хороший вид в том числе снижает уровень стресса человека, и он просто дольше живет. Это связано с фокусом контроля. Очень интересное исследование. Но если вы просто, допустим, делаете ошибки как управленец, вы влияете на вовлеченность, потому что вы не можете быстро влиять на способности, на личностные качества человека. Он формировался 30 лет. Он как личность формировался 20-30 лет. Если вы берете человека на борт с таким рюкзачком, когда он переходит порог вашей компании, он уже принес все свои инструменты личной эффективности, свой характер. Люди не меняются. Новое место не меняет человека. Если он был неприятным, рассеянным, душным, неэнергичным, не любил людей, он придет к вам с этим арсеналом инструментов эффективности и будет им пытаться достичь результата. У кого-то получается, кто-то за счет настойчивости, настырности, знаешь, как продавцы Кирби, да, есть такие, когда тебе постучали в дверь, ты понимаешь, что это продавец Кирби, ты закрываешь дверь, видишь, как у тебя встает нога, и потом видишь, как он пылесосит у тебя уже в квартире, вот, пробивает любые стены, вот, окей. Вы можете просто взять при той же самой наборе качеств, вы взять, можете более продуктивного, более способного человека и при этом получить больше пользы. Основной вопрос, как же эти показатели измерять? Все очень просто, есть десятки, сотни тестов на рынке. Тест – это главная штука, которую мы используем. Это турникет, который позволяет человеку потратить 10, 20, 30 минут. Это повышает ценность вас, как работодателя, ценность собеседования повышается, потому что человек находится в обмене, он уже сделал какой-то вклад, и, соответственно, когда вы его зовете, у нас конверсия на собеседование 98%. Есть тысячи разных систем. Я вот здесь привел 1С – оценка персонала. Там есть 57 тестов. Есть оценка талантов на HeadHunter. Там они не самые дешевые, 500 рублей стоят, но там тоже есть модель оценки личностных качеств, числовых способностей. Есть SHL – это мировая система, где находятся тоже десятки разных тестов для оценки. Моя основная идея, чтобы у вас появился такой турникет, чтобы вы не приглашали на собеседование всех подряд, чтобы вы больше данных получали о продуктивности человека, о его предыдущем опыте, о его личностных качествах. Как у нас это сделано? Я использую тесты разные. Это тест Tools, тест Result и тест Reguard в своей работе. Result – это просто опросник такой 20 вопросов в 15 минут. Это универсальный тест на продуктивность. Тест Tools – это по 10 качествам 200 вопросов в 25-30 минут. Мы используем этот тест. Тест Reguard – это тест на вовлеченность. Для тех, кто уже работает в компании, 88 вопросов, примерно 15-20 минут, и ты получаешь полную картину своих сильных и слабых сторон. Очень важная штука при оценке вовлеченности. Сама процедура оценки вовлеченности уже повышает вовлеченность ваших сотрудников. То есть, когда вы спрашиваете их, ребята, скажите, в чем я как предприниматель мог бы вам помочь? Что я могу сделать лучше? Что я могу усилить в вашей компании? Все очень просто. Люди вам дают обратную связь. Их вовлеченность уже растет, потому что они понимают, что вам не пофигу. Три ключевые вещи, которые стоит знать по найму хайпо. Очень, кстати, важная, крутая вещь. Я хочу вам дать еще одну маленькую формулу. Она мне безумно нравится. Это был человек, Джек Уэллч, один из топ-менеджеров компании General Electric. Он сказал, что в бизнесе есть все три показателя, которые должен знать и мониторить собственник бизнеса. Это кэшфлоу, денежный поток. Это, я сердечком сделаю, это NPS, уровень удовлетворенности клиентов. И это engagement value или уровень вовлеченности сотрудников. Я сделаю смайлом. Это прямо вещь, за которую я сейчас очень сильно ему благодарен. Если у тебя есть деньги, но у тебя клиенты всем атом орут, при этом сотрудники радуются, это плохая новость. Измеряя NPS. NPS – это Net Promoted Score, готовность рекомендовать. Если у тебя, соответственно, нет денег, но при этом клиенты кайфуют и сотрудники кайфуют, плохая новость. Недоволен предприниматель. То есть не происходит обмен. И здесь, если у тебя есть деньги, у тебя клиенты кайфуют, но если все твои сотрудники готовы встать и уйти, если у них очень низкий уровень вовлеченности, это тоже плохая новость. Это три важных сектора, за которыми стоит следить собственником компании. Денежный поток – это уровень вовлеченности. Его необходимо замерять и понимать, а что происходит у тебя, что бесит твоих людей, что их больше всего сейчас напрягает, из-за чего они могут встать и уйти. Есть очень важный, крутой, новый показатель, о котором говорит весь HR-мир. Это EVP – Employee Valuable Product – ценностный продукт работодателя. Это показатель того, а почему вообще до сих пор у тебя работают люди, почему они еще все не встали и не ушли. Это самые сильные стороны твоей компании. Важно понимать не только, где ты проигрываешь, но и где ты являешься самым мощным, и почему твои люди до сих пор у тебя работают. Это очень важные вещи, на которых стоит подумать сейчас всем, кто собирается строить растущий, развивающийся бизнес. Важно ломать фиксированные идеи. Что такое фиксированные идеи? Это когда ты строишь свою картину того, кто тебе нужен, исходя из количества высших образований, исходя из его возраста, исходя из каких-то таких очень порой не влияющих на работу людей, показателей. Например, опыт работы. Вот опыт работы 10 лет. У нас может быть график продуктивности человека за эти 10 лет вот такой, что он просто выгорел, уже ненавидит эту работу за 10 лет, и сейчас у него не осталось энергии и желания, и сил работать. А может быть у человека опыт работы год, но его показатель продуктивности вот такой. То есть он растет, он набирается опыта и так далее. Кого бы вы хотели взять? Человека, у которого 10 лет опыт работы или год? Здесь возникает другой вопрос. Может ли компания быстро регенерировать кадры и учить людей? Это и есть ваш вызов. Сейчас будет бизнес-бустер, презентация на обеде. Я всем рекомендую туда сходить, потому что я сам сейчас, как студент бизнес-бустера, понял, что я могу просто расширяться в 3-4 раза быстрее, если внутри компании построю систему обучения, систему регенерации кадров, и смогу быстренько, как в котел, бросать людей, и они там доготавливаются. Я беру готовых специалистов, ставлю их на конвейер, и это делает мою компанию неубиваемой. Если я научусь делать продавца недвижимости из любого парня, которого я встречаю на улице, который когда-либо продавал машины, а может и вообще не имеет опыта продаж, потому что во многих крупных банках и страховых компаниях людей с опытом работы в банках и страховых компаниях вообще не берут на борт, это является стоп-фактором. Вопрос, нужен ли вам опыт, какой возраст должен быть у людей, сколько высших образований вы у них требуете, посмотрите на свои вакансии, возможно, у вас туда включены фиксированные идеи и ложные требования, которые не нужны. Нужно всегда держать расставленными сети. Если вы хотите понимать, что в вашей компании, вот такая мысль, самые продуктивные и крутые продавцы где-то работают на рынке, они есть. Часто они работают у ваших конкурентов, и это бывает обидно, когда ваши конкуренты сделали ошибку, и в этот момент этот бриллиант оказался на ленте конвейера, а ваши HR не стояли с сетью и не ловили его, ваши вакансии были закрыты. Это называется фоновый найм. У вас всегда должен быть открыт фоновый найм, всегда должны быть открыты вакансии на все ключевые позиции, на которые вам постоянно нужны люди. Никогда их не закрывайте. Те предприниматели, кто говорит, мы нашли всех людей, нам больше никто не нужен, глупцы, потому что на место тех, кто работает, в любой момент могут прийти еще более продуктивные люди. Поэтому вы должны всегда держать сети расставленными. Надо действовать быстро. Я уже приводил пример о том, что если вы даете себе возможность выбрать 3, 5, 7 дней, самые продуктивные и классные люди на рынке долго не находятся в поисках работы, их забирают сразу же. Поэтому если вы будете действовать быстро, если вы будете действовать продуктивно, то вы сможете получить себе и быстро взять в команду самых настоящих хайпо, high potential people, людей с самым высоким потенциалом. Это те, кого мы хотим видеть и те, о ком мы мечтаем в своей компании, те, кто приносит самую большую пользу. Если вы научитесь набирать хороших, сильных людей, то пока вы сидите в зале, у вас за спиной не построят какую-нибудь разваленную, хилую и стремную компанию. Хорошие люди строят красивый бизнес. Это все, что я хотел сказать сегодня про Naim за 40 минут. Спасибо. Олег Турбусев. Спасибо, Олег. Да, вот здесь, кстати, был QR-код, не успел никто сфоткать. Потому что действовать надо быстро. Вот так прощелкал, да. Но он вернулся. Да, это можно навести камеру, но ненадолго. Это мой телеграм-канал. Спасибо. Мы клиенты Олега. Мы используем его систему HR-сканер для тестирования сотрудников при Naim. Тестируем по IQ и по личностным характеристикам. Сейчас передаем слово Александру. Соответственно, еще раз Александр сейчас проводит…